Аудиторы счетной палаты отмечают, с каждым годом площадь занимаемых территорий подразделениями ПФР увеличивается. В 2015 году общая площадь занимаемых зданий и помещений фондом составляла 2262 тысячи квадратов, тогда как в 2020 году – 2300 тысяч квадратов. За этот же период выросли и расходы ПФР на аренду зданий. С 3,7 миллиарда рублей до 4 миллиардов. Сильнее всего по бюджету ПФР бьет аренда здания в Махачкале, где располагается управление ПФР по Республике Дагестан в Советском районе. Стоимость договора – 1 миллиард рублей. Контракт с ИП Мергинов Рафаэль Евгеньевич был подписан в конце 2014 года и будет действовать до конца 2030 года. Это значит, что в месяц управление ПФР по Республике Дагестан тратит на здание в центре Махачкалы более 5 миллионов рублей. Важно отметить, что контракт подписывал исполняющие обязанности управляющего главного управления ПФР в Дагестане Нурмагомед Нурмагомедов. Уже в 2018 году новое руководство регионального управления пыталось через суд признать контракт с Мергиновым недействительным, но получили отказ от арбитражного суда Республики Дагестан. По данным Счетной палаты России, с 2014 по 2020 годы региональное управление ПФР потратили на строительство новых зданий более 3 миллиардов рублей. Высший государственный орган аудита отмечает, что наиболее дорогостоящие объекты ПФР были построены в Москве и Московской области, а также в Чеченской республике. Продолжение следует...